Если вы думаете, что Кегл Грандмастер выглядит вот так, вы ошибаетесь. Кегл Грандмастер выглядит вот так! И сегодня мы возьмем у него интервью. Поехали! Паш, спасибо большое, что пришел. Первый вопрос тебе. Расскажи, пожалуйста, про свой бэкграунд. У меня исключительно технический бэкграунд. Я закончил математическую 57-ю школу, потом МИХМАТ МГУ и РЭШ, такая большая тройка. Это было довольно тяжело. После этого я поработал в консалтинге год, в компании Олиэр Ваймон. Это не большая тройка, но большая три с половиной. Продержался я там 9 месяцев. Мне больше всего не нравилось, что какие-то проекты шли в стол. Конечно, не так много, как в инвесент-бэклинге, но тем не менее. И я решил преследовать свой пэшн. Это алгоритмический трейдинг. Четыре года я занимался высокочастотным трейдингом. Мы писали торговых роботов на бирже. Два года работал в довольно известном фонде в Москве, потом два года еще у меня был свой фонд. Но потом, даже учитывая, что мне реально это очень нравилось, я понял, что намного больше хочу заниматься анализом данных. Потому что в высокочастотном трейдинге все данные, которые у тебя есть, это временные ряды для финансовых инструментов. И очень много талантливых людей решают одну и ту же задачу предсказания этих временных рядов на какое-то промежуток времени. То есть физики, математики, экономисты, международные олимпиадники по математике все бьются над задачей. Я подумал, что это очень неэффективное использование ресурсов всех этих мозгов. Понятно, что эти люди могли бы пойти в науку, но там очень мало платят, поэтому многие идут в трейдинг, потому что там много можно заработать. Но там очень маленькое, то есть то количество данных, то тип данных, которые ты анализируешь, он очень ограничен. И так как сейчас происходит большой хайп вокруг AI и очень много нейронных сетей анализируют картинки, тексты, просто любые данные, я подумал, что я все это хочу попробовать. Вот, и, собственно, окунулся в мир Data Science. Как ты окунулся? Ведь это происходит, наверное, не так быстро. Да, ну, мне повезло, что мне удалось накопить некоторый капитал и иметь возможность не работать некоторое время. Первым делом я начал смотреть все стандартные курсы на Coursera. Я просто их все пересмотрел, переделал все домашки, но, как оказалось, это совершенно неэффективный способ заниматься Data Science, потому что все теоретические вещи, они довольно быстро забываются. И весь анализ данных, он, на самом деле, основан на работе руками, то есть ты должен ковыряться в данных, ну, когда в консалтинге ты ковыряешься в Excel, когда занимаешься настоящим Data Science, это Pandas, Python и так далее. И лучший способ погрузиться именно в такую работу руками, это участвовать в соревнованиях. Я, соответственно, начал участвовать на платформе Kaggle в соревнованиях, и, ну, там, там наработал весь свой опыт. On Kaggle, you can find and publish high-quality data sets, explore and build models with that data in our web-based data science environment, connect and learn with other data scientists and machine-learning engineers about problems and new approaches, and enterprise-awarding competitions to challenge your skills. Ready to join the world's largest data science and machine learning community? Ну, ты начал участвовать в сентябре семнадцатого, то есть меньше, чем год назад. Да, меньше, чем год назад. Я в ноябре, по-моему, выиграл свое первое соревнование, заработал пять тысяч долларов, причем там не было ни одной сетки. Это было соревнование про нормализацию текста на русском языке. Там был довольно большой байс в том плане, что только участники со знанием языка там были, хотя среди победителей был кто-то из иностранных участников. Но для меня каждое новое соревнование – это был какой-то новый опыт, то есть можно было расти просто экспоненциально. Ты каждый день буквально узнаешь какие-то новые методы, новые виды данных, новые знания о софте и железе и так далее. Слушай, прошло, вот, считай, одиннадцать месяцев с тех пор, как ты начал Kaggle заниматься, и сейчас ты уже Грандмастер по соревнованиям, Компетишнс. И как ты умудрился это сделать за одиннадцать месяцев? Я знаю, люди там годами не могут к этому прийти. Да, я действительно Грандмастер, я титул Грандмастера получил за семь месяцев. Семь месяцев? Да, мне его дали за один день до моего дня рождения, до моего тридцатилетия. Это был абсолютно лучший подарок, от которого можно было мечтать. С днем рождения, Паша. Потому что я действительно полгода активно работал фулл-тайм по 10-12 часов в день, занимался только соревнованиями, оптимизировал железо под это, закупился железом, собрал дефбокс, у меня был ноутбук, и я абсолютно все время тратил. Так я стал топ-20 в мире и топ-3 в России. Ну, на самом деле, очень простой и короткий ответ, как мне это получилось, мне повезло. То есть мой бэкграунд, он идеально абсолютно подходил под соревнования и под датсайенс. Ну, во-первых, там, понятно, математический бэкграунд и логика, математические методы, это очень важно. Вот для формирования каких-то гипотез и проверки их. Дальше у меня был программистский бэкграунд, который я смог приобрести в трейдинге. То есть я начал писать на C-шарп, потом на C++, потом я абсолютно влюбился в питон, потому что для меня... Потому что это не C++. Да, ну потому что он намного проще, его называют языком домохозяек, но мне он абсолютно понравился, я больше не хотел ни на чем писать. То есть я получал удовольствие от тех инструментов, которые я использовал, у меня был бэкграунд. И плюс в трейдинге очень часто... Главная задача трейдинга, как я уже говорил, это предсказание временных рядов, но там есть еще такая сторонняя задача находить какие-то неэффективности на рынке, то есть какие-то корнер-кейсис и так далее. Арбитраж. Да, ну, арбитраж – это одна из идей таких. Но их бывает очень много, они не обязательно бывают честными или связаны исключительно с предсказанием временных рядов, это может быть что-то в инфраструктуре или в чем-то подобном. И такие вещи, они очень пригодились на соревнованиях, когда тебе требуется придумать что-то... Thinking outside the box. Собственно, все эти вещи вкупе мне позволили так эффективно продвигаться на моем пути, то есть то, что я имел возможность тратить много времени, у меня был идеально подходящий бэкграунд, ну и самое, наверное, важное, что я получал от этого безумное удовольствие. Сколько соревнований уже прошло? Мне кажется, суммарно я прошел около 30 соревнований и парашковых хакатонов, где мы с тобой познакомились. Да, да, да. И где-то в 15 из них я получил какие-то медальки, занял какие-то призовые места, деньги и так далее. Понятно. Расскажи, пожалуйста, про математический бэкграунд. Просто мое понимание, что там, вот именно в таком практическом депи-сайенсе, прям сильно много математики не нужно. Скорее, нужно знать различные инструменты и как их применить. Но так ли это? Да, но есть на самом деле два подхода. Есть люди, которые очень хотят глубоко занырнуть в то, как устроены нейросети, и для этого им нужен какой-то зубодробительный линал, понимание, как устроены матрицы, тензоры, операции с ними и так далее. Но бывает и более практический бизнес-подход, когда ты просто условно импортируешь те пакеты, которые есть уже на рынке, глубоко не заглядываешь и решаешь исключительно практическую задачу оптимизации некоторого лоса в определенном алгоритме и все. Для тех, кто совсем любит математику, им будет довольно тяжело, потому что очень мало теории на то, как работают нейросети и, в принципе, алгоритмы машинного обучения. То есть там реально очень мало математики, потому что это оптимизационная задача, она не детерминированная, поэтому их ждет некоторое зачарование. Но хорошая новость для тех, кто не очень хорошо ее знает, ее знать не обязательно. Хорошо, но вот твой подход, соответственно, чем тебе помог твой бэкграунд математический? Математический бэкграунд в основном помог в логическом выстраивании процесса, в процессе ресерча, я бы так сказал. Потому что процесс ресерча в машинном обучении ничем не отличается от любой другой, там, околонаучной или научной деятельности. Ты формируешь некоторые гипотезы, ты их проверяешь на данных. Большинство твоих гипотез, не знаю, 99 из 100, они окажутся невалидными, неправильными и так далее, но один раз из 100 ты угадаешь или просто протестируешь себе гипотезу, она кажется верной, и тогда ты продвинешься в сторону, построишь более лучшую модель, улучшишь свой результат, скор и так далее. То есть это такой абсолютно строгий логический процесс и сложно придумать какие-то отклонения от него. То есть задача выбрать оптимальную архитектуру, на ней выбрать оптимальные параметры. Если ты какие-то гипотезы не проверил, ну, с большой вероятностью их проверили конкуренты, и там было золотое зерно. То есть это, по сути, такое техническое мышление, может быть, даже какое-то такое консалтерское мышление, когда ты раскладываешь возможные варианты по структуру, чтобы она была миссия, отдельная комплектация, грубо говоря. Можно это назвать на самом деле бизнес-подходом. Те люди, которые начинают стартап, первое, что они делают, у них появляется какая-то идея, потом они ее тестируют на какой-то небольшой выборке своих друзей или делают MVP, маленький продукт. И это все то же самое применимо и в Data Science. У тебя появилась какая-то гипотеза, ты собрал небольшой пайплайн, проверил ее, да, действительно, она валидная, эта модель работает, значит, можно накручивать, усложнять модель. Абсолютно такой же подход. Понял. Расскажи про железо, которое ты собрал для участия в серебряном. Да, это хороший вопрос. У меня изначально был десктоп с каким-то старым i7 32 гигабайта оперативки, ну, там какие-то жесткие диски. Первое, что я сделал для апгрейда, это, конечно, поставил SSD диски, потому что у них скорость чтения 500 мегабит в секунду. Но в некоторые моменты этого оказалось мало, когда есть несколько соревнований, где датасест состоит из миллиона очень маленьких картинок, и поэтому, да, и когда на аэросети обучается, она может читать их в несколько потоков, и так как они маленькие, ну, получается очень много обращений к диску, поэтому для этих целей есть еще более быстрые диски, скоростью 3,5 гигабита в секунду, это M.2 диски, которые прямо вставляются в PCI-слот, в материнку. Sorry за технические детали. Но это те вещи, которые, на самом деле, каждый датасентист, который начинает заниматься своим железом, проходит так или иначе. То есть вариантов у тебя, на самом деле, немного, либо собрать свой десктоп, либо постоянно платить за какие-то облачные решения, но для меня и для многих людей, там, не знаю, почасовая плата твоего компьютера, это некоторая некомфортная мысль, и плюс, ну, в конечном итоге это может быть сильно дорого, поэтому обычно люди склоняются к тому, чтобы заплатить несколько тысяч долларов и собрать свою рабочую станцию. Ну так вот, после апгрейда дисков, естественно, в прошлом году я купил видеокарту, сделал я это на Авито, купил БУ-карту, но абсолютно это не было проблемой. После того, как я выиграл несколько соревнований и получил призовые, я уже собрал себе машинку посерьезнее, там уже 4 карты, 32 ядра, процессор и 110 гигов оперативки, но и все равно под некоторые задачи ее может не хватать. Не хватает? Да. Какой же компьютер нужен под эти задачи? Ну, ходят байки, что известные гранд-мастера используют девбоксы с полтерабайта оперативки. Полтерабайта оперативки? Да, и не один, да. Но бывают такие модели машинного обучения, все, что касается деревянных моделей, разных X-густов, в них, в принципе, можно засунуть очень много фичей, и это все будет очень тяжело помещаться в стандартную оперативку. И, ну, качество модели, в принципе, может улучшаться, если ты нагенерируешь много фичей, интеракшенов между фичами и так далее. Вот поэтому это осмысленно. То есть гранд-мастером не стать просто работая на своем маке, например? Ну, это не совсем правда, потому что есть кейсы, когда люди обвиняются в команды, и каждый, в принципе, может привнести в команду какую-то свою экспертизу, поэтому, ну, даже люди без видеокарт выигрывают соревнования иногда в команде. Вот, иногда можно найти какой-то хитрый лик в данных, и тоже, ну, какие-то такие, опять-таки, кейсы, когда ты, ну, не то чтобы читернул, но так немножко подумал в другом направлении, не как все, и там строить не стандартные модели, а что-то увидеть в данных, ничего другие не заметили. И для этого тоже не обязательно иметь, там, супер-сверхмощный компьютер, но там, в среднем, конечно, железо довольно-довольно часто решает. Ты сказал про команду, вот сам ты решал в команде соревнований, насколько это помогло? Большинство соревнований на кэгле я решал в команде, вот, у меня на самом деле есть только две соло-медали, ну, соревнований, где участвовал один, наверное, поменьше было, да. Конечно, когда ты работаешь в команде, очень помогает, что ты смотришь, какие техники и методики используют другие люди, какие инструменты они пользуются, ну, то есть, там, не знаю, какие репозитории они используют, какие пакеты, как они пишут код, как обращаются с данными, потому что есть какие-то очень маленькие хитрые трюки, например, когда ты, не знаю, сохраняешь все свои предобработанные данные на жестком диске, чтобы их там не предобрабатывать еще раз, или там, сохраняешь все свои юпитерские тетрадки с кодом, все их версии, чтобы потом можно было воспроизвести решение, потому что есть большая проблема в конце соревнований, если ты преднедуешься на призовые, тебе надо полностью воспроизвести свое решение, и очень часто, когда люди два месяца занимаются ресерчем и перелопатили тысячу гипотез, они просто забывают, что и в каком порядке они делали, они заблондили миллионы решений, и воспроизвести это абсолютно невозможно. Есть способы, как можно менеджить себя, и ты можешь подчеркнуть эти знания у своих членов по команде. Ну и плюс, во время командной игры намного проще подстегивать себя, то есть ты, когда решаешь один, ты можешь, ну, некоторый момент забить, тебе станет лень, но когда ты чувствуешь ответственность перед другими членами команды, видишь, что твой коллега после работы засиделся до двух часов ночи и решал соревнования, вот, или в выходной весь просидел, ты, ну, чувствуешь такую подоплеку, что я тоже должен работать усердно, да, да, да. Ну и плюс, понятно, что синергия разных скиллов помогает достичь намного больших высот, там, бороться за первые места в соревнованиях с конкуренцией по всему миру. У тебя одна и та же команда или разная? Нет, в этом большой плюс, например, на Кегли, что у меня только пару раз за все время были несколько человек одни и те же, но в основном ты всегда абсолютно с разными людьми общаешься. Как ты их находишь? Самый лучший ресурс для этого это комьюнити Open Data Science, у них есть канал в Slack, который называется ODS.AI, вот, и там это комьюнити из 10 тысяч, уже даже больше, уже 13 русскоговорящих дата-сиентистов, и там, безусловно, ну, так как очень многие люди увлекаются соревнованиями, и очень многие люди осознают потребность в команде, чтобы, ну, кто-то может помочь железом, например, кто-то с экспертизой в стекинге, кто-то в нейронных сетях. Когда все эти скиллы объединяются в одну команду, ну, это приносит свои плоды, вот, поэтому, ну, и там очень легко найти единомышленников, просто бросаешь кличи, типа, вот, я достиг таких результатов, я использовал такой метод, у кого другой метод, другие результаты, давайте объединимся, наше решение, ну, суммарно будет намного лучше. А, то есть можно там объединять решения? Да, 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 это самый большой плюс, то, что вот эта диверсификация решений и подходов. То есть все изначально обычно соло начинают заниматься соревнованием, там, кто-то пораньше начинает, кто-то попозже, но уже ближе к дедлайну, на Кегле есть неделя до конца соревнования, когда можно объединяться в команды, и вот это ключевой момент, когда ты можешь выбрать все сокомандников, или сокомандники выберут тебя. Вот, и это, главное не пустить. То есть ты за неделю до конца выбираешь, можешь ли раньше начать сотрудничество? Да, да, есть такие кейсы, но очень часто они, на самом деле, не очень хорошо работают, потому что люди в итоге, по сути, вдвоем разрабатывают какую-то одну идею, и вот этой диверсификации не происходит. Вот, ну, очень часто люди могут объединиться, там, за два месяца, и иногда бывает, что они просто, ну, начинают лениться, так же, как если бы ты был один, и все. Слушай, ну, давай перейдем теперь к практической части. Соревнование-то круто, да, стало гранд-мастером в Кегле, но что это означает с точки зрения работы? Вот, насколько быстро тебе начинают писать, например, хэдхантеры, рекрутеры, прочие всякие люди, желающие тебя позвать в команду? Да, ну, начинают писать, на самом деле, с любого призового места на любом хакатоне, потому что, ну, как правило, цель любого хакатона – это нами, людей, вот, ну, либо поиск каких-то команд с проектами, интересными, вот, и, в принципе, ну, уже после того, хакатон, на котором мы с тобой познакомились, мне написали рекрутеры, ну, тогда я уехал из России на некоторое время, на полгода, вот, поэтому, ну, не смог там принять их оффер, ну, у меня какая-то большая активность в России началась, когда я, наверное, вошел в топ-100 на Кегле, ну, тогда я уже, наверное, регулировал. И когда ты вошел в топ-100? Ну, это было, наверное, еще в конце зимы. Ну, в конце зимы. То есть, по сути, через шесть месяцев, примерно, после начала соревнования на Кегле? Да, да, да. Ну, это, на самом деле, для тех, у кого есть очень много времени, это выполнимая задача – войти в топ-100 за полгода, и, ну, подходящий бэкграунд, и большая любовь к этому процессу, но если заниматься этим час-два после работы, не заниматься выходные, то это может занять очень много времени, но, как бы, не стоит ждать прям выдающихся результатов. Топ-100 – это топ-100 человек, то есть всего-то на Кегле 80 тысяч. Да. То есть топ-100 из 80 тысяч человек. Да, надо понимать, что на Кегле 80 тысяч – это людей с рейтингом, а на самом деле зарегистрированные пользователи – там миллион. Типа миллион. Вот, ну, то есть, ну, там понятно, что там есть куча какие-то фейков, аккаунтов и так далее, вот, но, в принципе, это очень популярная платформа и достаточно много людей они знают, особенно в мире Data Science. Вот. Ну, так вот, рекрутеры начали писать, скорее, уже ближе к весне, когда, ну, еще стал продвигаться в соревнованиях и предлагали абсолютно разные позиции, вот просто Data Scientist до Head of Data Science, понятно, там зарплаты варьировались тоже очень сильно. Вот какая вилка зарплат, которую ты слышал? Ну, на самом деле, вилка от 100 до 500 тысяч рублей. От 100 до 500 тысяч. Да, да, да. То есть, ну, на этой теме есть много, много споров, и очень часто они происходят в этом community ODS AI, когда компания выкладывает вакансию, и у нее там какая-то очень низкая вилка, хотя все понимают, что рынок очень горячий, и специалистов на рынке нет. А еще похоже, когда нет вилки. Да, да, еще когда их все тут же закидывают галерами, ну, это такой локальный юмор. Да, вот. И есть компании, которые, ну, считают, что там зарплата 100 тысяч в Москве для там опытных специалистов Data Science это адекватная зарплата. Кто считает, ну, например, Сбербанк предлагает зарплату 400 тысяч рублей, но они могут себе это позволить. То есть, они там пылесосят рынок очень активно. Вот, поэтому, ну, так, рынок очень перегрет, и, ну, по сути, новый, специалистов нет, то эти, ну, то есть масштаб этих вилок, он просто поразительный. Вот. Вот, поэтому неплохая идея сейчас на этот рынок заходить. Понятно. Но особенно, если готов потратить полгода, фулл-тайм, вот так вот заниматься, пробивать себе все вперед, как ты это сделал, да, тогда шанс есть. Да. Наверное, болтаться где-то там топ 40 тысяч. Но, справедливости ради, надо заметить, что большинству компаний не нужны звездные Data Scientist. Большинству компаний нужно решать очень простые проблемы, такие, как чистка данных, сбор данных, какой-то, например, бизнес-аналитика. Это, ну, немножко похоже на Data Science, но намного более упрощенная версия. Вот. И, ну, такого рода специалистов на рынке, конечно, они не стоят таких денег, но их в разы больше. То есть, просто люди, которые посмотрели какие-то курсы на Курсере и поделали что-то руками, и получалось легкарь в соревнованиях уже достаточно, чтобы принести пользу большинству компаний. Расскажи, чем отличается Kaggle от Business Data Science, который используется в компании? Да, это тоже очень классный вопрос, потому что для меня был не то чтобы шок, в принципе, это ожидаемо, когда я закончил заниматься соревнованиями и перешел в консалтинг. Самое большое различие, это, конечно, в качестве данных. Потому что, как правило, компании тебе присылают очень грязные данные или еще хуже данных у них нет, и тогда первая задача – это спроектировать некоторую инженерную систему, которая их соберет в должном качестве. И это то, что на соревнованиях эти шаги отсутствуют, потому что на соревнованиях компания готовит тебе датасет, они, как правило, тратят очень много денег на то, чтобы его собрать и почистить. И они тебе дают метрику, которую надо оптимизировать, чтобы получить свое место в рейтинге, которая уже как-то согласована с их бизнес-задачей. То есть это тоже отдельный такой таск – согласовать бизнес-метрику и оптимизационную метрику. И это все на соревнованиях тебе дают, а в реальной жизни не дают. И на эти шаги уходит на самом деле очень много времени. И в итоге, естественно, вторая вещь, что в бизнесе, как правило, тебе не нужны state-of-the-art модели, тебе достаточно каких-то средних результатов. Главное, чтобы это было легко объяснить и потом легко имплементировать на не очень мощные компы, на мобильные устройства и так далее. Это такое очень большое различие в соревнованиях. Все равно должно быть попроще, но нужно работать, а не только на крупных компах. Частая практика в соревнованиях – это стекинг очень большого числа моделей, это может быть 100 моделей. Причем каждый из них может обучаться днями, параллельно на многих видеокартах. И само предсказание, inference может длиться довольно долго. Но такие вещи, конечно, в бизнесе мало кто использует, только это не жизненно необходимо, где борется за каждую точку после запятой. Расскажи, чем ты сейчас занимаешься? Сейчас я работаю chief data scientist в консалтсинге компании Data Nerds. Мы молодая компания, работаем с большими корпоратами, у нас еще нет узкой специфики в том, что мы делаем. Мы пенсионируем себя как компания, которая может заниматься любыми данными, любыми алгоритмами. У нас работают очень яркие выпускники, молодые, ВМК и Рэш. И мы активно ищем клиентов, активно делаем проекты. У нас уже есть опыт в ритейле, в агрикулчуре, немного в бэнкинге, то есть основные, немного в телекоме. То есть основные индустрии мы уже покрываем, то есть какие-то проекты на эту тему делали. Какие примеры, что себя проект может представлять? Например, в телекоме самая стандартная задача это прогнозирование оттока клиентов, когда есть очень много табличных данных, есть какие-то информации про клиентов и известно потом, какие клиенты ушли. И компания, если научится хорошо прогнозировать, какие клиенты будут уходить, они могут таргетировать их потом с помощью скидок или каких-то емайл-рассылок и попытаться изменить их мнение. В ритейле обычная задача это предсказание спроса на товары или оптимальный способ выставить цены, что в принципе двойственная задача. Опять-таки эти индустрии хороши тем, что у них, как правило, достаточно много данных, потому что IT-системы были построены уже давно и данные хорошо собирались. И поэтому с ними можно работать и приносить value для бизнеса уже прямо сейчас. Не нужно ждать годами, когда можно собрать данные. В сельском хозяйстве есть очень много проектов, связанных с Computer Vision, когда нужно определять, например, поле, которое засеяно, поспел ли там уже урожай. То есть это какие-то снимки с самолета или из космоса. Или какие-то рутинные операции, для которых, естественно, никаких данных нет, но ты всегда можешь поставить камеру, собрать эти данные, делать разметку данных и построить какую-то модель, которая, не знаю, слеживает, моют ли сотрудники руки, крадут ли сотрудники удобрения или еще что-то в этом роде. Понятно. А что-нибудь по NLP делаете? По NLP есть стандартная задача переводов. Кажется, что она решена, например, Google Translate, но, во-первых, эта система не находится в открытом доступе. И, во-вторых, есть такие специфические топики, которые очень плохо переводятся, например, какие-то определенные языки или тематики. И там тоже можно работать, если накопить достаточное количество документов на двух языках. Плюс в legal индустрии очень много задач, потому что эти люди работают с большим количеством договоров. Иногда они бывают сканированные, иногда в виде текста, и им надо очень много извлекать информации. Из них, например, фамилии, даты, адреса и так далее. И с этим всем тоже может машинное обучение легко справляться. Это такой сейчас, наверное, большой рынок в России. Расскажи, пожалуйста, чем вы отличаетесь, например, от подразделений Data Science той же Большой Тройки, McKinsey, BNBCG? Есть ли у них вообще сейчас какие-то компании? Да, в Большой Тройке ситуация такая, что они, понятно, этим занимаются, но очень поверхностно. То есть у каждой компании Большой Тройки есть своя дочка, которая специализируется искусственно на анализе данных, в таком глубоком, типа машинном обучении, не просто в Excel. Например, McKinsey компания приобрела не так давно компанию Quantum Black, которая занималась аналитикой для Formula 1. То есть они работают с терабайтами данных и, конечно же, съели собаку на табличных данных. Но у компании Большой Тройки проблема именно в том, что они в основном работают с табличными данными и очень мало работают с текстами и с картинками. Поэтому маленькие компании, типа наши, могут быть намного более гибкими в этом плане и быстро реализовать, и имплементировать модели какие-то или продукты для компании, потому что масштаб тех изменений, которые можно сделать именно с помощью вот этого более широкого набора данных, нетрадиционные табличные данные или Time Series, он просто поражает воображение, потому что, ну, все, конечно, видели классные приложения, типа Prizm, которые были популярны два года назад. Но это такое, вершина айсберга, на самом деле, того, что можно делать с картинками и текстами. Да, интересно, конечно, на все остальное выгодно посмотреть. Ну, думаю, что, чтобы посмотреть, как раз Kaggle в помощь. Да, да, ну, на самом деле, там, кроме того, что Kaggle является самой большой соревновательной платформой, эта платформа также является самым большим набором бесплатных дата-сетов, что... Качественные. Да, качественные, да, то есть, компании действительно инвестировали очень много денег, чтобы собрать и размять эти дата-сеты, и более того, люди потом на них посмотрели, их оценили, проверили, ну, еще дочистили и применили какие-то модели, и все это абсолютно бесплатно лежит на просторах интернета. И, ну, мало людей понимает, на самом деле, насколько это, насколько это большой потенциал несет в себя. Понял. Паш, такой вопрос про карьеру. Вот, казалось бы, с твоим бэкграндом и твоим опытом тебе легко найти что-то в Америке, например, когда все сейчас и будут в той же долине, но при этом ты сидишь здесь. Почему так решил? Ну, одна из проблем, которые сейчас есть в Штатах, что очень тяжело с визами. при текущем президенте законы немножко поменялись, и, ну, даже большие компании, типа Google и Facebook, им постоянно говорят, сотрудников которых нанимают, что на этот год квоты закончились, там, вы не можете приехать. Иногда людей отправляют на доп. проверки, например, человек приехал работать в Штаты, его отправили на доп. проверку, по закону он должен выехать из страны, хотя он уже, как бы, устроен на работу. И это одна из проблем. Вторая, как бы, Kaggle знают по всему миру, знают, кто такие гранд-мастера, все условно охотятся там за топ-100 на Kaggle, но если ты приезжаешь в Штаты, у тебя все равно есть некоторые понижения, ну, не только в социальном статусе, но и в таком рабочем статусе тоже, то есть никто не сделает там Head of Data Science в компании в Штатах, хотя в России это, ну, такую позицию лично мне можно получить. Вот, это такая вещь, которая тоже мне не совсем нравилась. То есть, когда приезжают в Штаты, ты будешь просто датациентист из России, там, неважно, какого уровня, ты там, гранд-мастер, вот, это плюс, как бы, зарплаты большие в Штатах, но, если посчитать после, там, вычета налогов, вычета аренды, например, не знаю, однушка в Сан-Франциско стоит снимать четыре тысячи долларов в месяц, вот, понятно, что Сан-Франциско самый дорогой город в плане аренды в мире, вот, но, если посчитать зарплату, которая после всего этого останется, просто disposable income, то в России при текущем рынке можно быть очень сравнимые числа, вот, конечно, там, уровень паблик гудс, который вы получаете в Штатах и в Москве, они отличаются, в Москве есть свои недостатки, но это вполне соизмеримые места для работы и для проживания. Понял. Расскажи, где ты себя видишь там в ближайшие пять лет? Планируешь дальше расти в Data Science или, может быть, что-то еще смежное видишь? Ну, я могу сказать, что я нашел свое призвание и я безумное удовольствие получаю от того, чем я занимаюсь, то есть, когда я участвовал в соревнованиях, моя девушка часто замечала, что я мог просто в пять утра проснуться и пойти к компу, что-то там запускать, начать сетки или с кодом работать, то есть, это можно быть в понедельник, в субботу, в воскресенье, в любой день, то есть, такое я не ощущал никогда на протяжении всей своей жизни по отношению к никакому виду деятельности, поэтому, да, безусловно, я буду продолжать развиваться, даже, ну, несмотря на то, что просто вокруг этой темы хайп, но просто она мне нравится, вот, и плюс у меня идеальный фидбэк граунда и так далее, вот, и хоть я уже участвовал во многих соревнованиях, но я понимаю, что так как действительно прошел очень маленький срок, я активно этим только год занимаюсь, у меня есть достаточно большое количество каких-то серых зон, которые я хочу покрыть, то есть, моя цель стать экспертом мирового уровня на эту тему, на тему Data Science по всем методам, и это то, чем я активно занимаюсь, то есть, я продолжаю участвовать в соревнованиях, открывать для себя какие-то новые методы, общаться с людьми, ну, там, выступать и так далее, вот, ну, через пять лет я бы сказал, что, ну, конкретно цель нашей компании, как консалтинга, сделать в итоге все-таки продукт, вот, для этого мы как раз хотим наработать экспертизу в какой-то определенной индустрии, вот, чтобы наша команда сработалась и так далее, я думаю, это будет вполне возможно на таком временном горизонте. Слушай, круто, круто, что ты смог найти призвание, которое тебе так нравится и которое тебе заставляет такое удовольствие, блин, мало кому удается это сделать. Паш, дай, пожалуйста, совет, может быть, пять, советов людям, как найти себя и если это data science, как найти себя в data science. Ну, пять, это, наверное, много, это уже за деньги будет, вот, ну, давай, 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 с парочки советов, конечно, на самом деле, ну, есть два очень важных, очень простых совета, которые, на самом деле, многие знают, но мало кто следует, очень простой совет, попробуйте делать то, что нравится, то есть, не думать о деньгах, вот, ну, то есть, каждое утро можно вставать и думать, чем бы я сегодня занялся, если бы не надо было зарабатывать деньги. У меня была такая ситуация на протяжении года, вот, и каждое утро я вставал и я занимался соревнованиями на Кегле, вот, то есть, у меня для меня не было никаких вопросов, чем я буду сегодня заниматься, потому что я каждый день рос, я узнал что-то новое, я мог совершенствовать свои скиллы в использовании инструментов, и мне это безумно нравилось, вот, и это такой совет, который, ну, понятно, что не у каждого есть ресурсы для этого и так далее, но просто задумываться об этом это можно, вот, ну, плюс, нужно хорошо понимать себя, надо понимать свои сильные стороны, то есть, если вы найдете свои сильные стороны и поймете, чем вам нравится заниматься, не ради денег, то это, ну, два главных секрета успеха, как на свое призвание, то есть, ну, мне не было сложно разобраться в моих сильных сторонах, это были, естественно, технические скиллы, все, что связано там с математикой, программированием и анализом данных, но, тем не менее, там, сначала я пошел в трейдинг и, ну, как оказалось, это не было наилучшим применением мои скиллов, то есть, я там закрывал, ну, некоторые свои потребности, там, в, в анализе данных, в, там, решении задачек и так далее, но для меня эта индустрия не оказалась в итоге подходящей, потому что там было все секретно и мне, например, ну, не было легко так выступать и быть публичным человеком. Вот сейчас же в Data Science это как раз почти неотъемлемый атрибут, то есть, когда ты часто побеждаешь в соревнованиях, там, тебя приглашают выступать на конференции, в жюри хакатонов и так далее, вот, и это, ну, тоже от этого я получаю большое удовольствие и это тоже стало таким секретом успеха. Вот, если кто-то сейчас смотрит и хотел бы попытаться повторить твой путь с точки зрения Data Science, как бы им начать двигаться по этому пути? Ну, для начала надо ответить на вопрос зачем нужно это делать? то есть, если цель вот я пойду на новую, я программист, сейчас я переключусь на новую индустрию, где чуть больше платят, то это обычно плохо заканчивается. Вот, но если человек реально понимает, что он получает удовольствие от Data Science, то есть, от анализа данных, там, у него были какие-то проекты, которые он просто делал ради удовольствия, то, безусловно, там, первые шаги это прослушать пару курсов на Курсере специализации от Яндекса и МФТИ, которые доступны на русском языке, это очень хорошие курсы. Я подтверждаю, я этот курс сам прошел. Да, то есть, там очень низкий порог входа, учитывая, что он на русском, а не на английском, ну, понятно, что на английском в разы больше материалов, но тем не менее. Ну, естественно, участвовать в соревнованиях это абсолютно лучший способ прокачиваться максимально быстро и просто пощупать руками, как это все выглядит. Бери и делай, что тут сказать. Просто нужно полгода взять, фигачить, ну, и нужно, чтобы мозги были, и немножко повезло. И, в принципе, если не грандмастер, то мастером-то можно стать. Спасибо большое, Паша. Спасибо. Ну что, что делать понятно, берите и делайте. А еще не забывайте лайкать, подписываться и оставлять комментарии. Всем спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok